Добрый день, товарищи искатели! Кто-то у меня тут торчит. Немцы, поехали! Я бы хотела сегодня... В сегодняшнем видео я расскажу о том, как... Я продолжу тему факторов, которые на нас влияют, и мы об этом не всегда подозреваем. И сегодня я бы хотела сказать специфико про упражнения, наше тело и как раскачивание энергетики, и оно в итоге дает колоссальные результаты в плане идей, инсайтов, планов. То есть, что вы понимали, я говорю сейчас с позиции, что на прошлой неделе я начала заниматься, и вчера я не могла уснуть до двух ночи, потому что у меня рука тянулась с телефона записать идеи и все то, что приходило ко мне в голову. Просто это колоссально. Поэтому я хочу этим поделиться, и я просто могу сравнить это состояние с состоянием, когда я ничего не делала, и когда я была, так сказать, взмушена сидеть дома и ничего не делать. Это я в январе упала, я травмировала ногу, и я не могла двигаться, я прыгала на костылях, я вам это видео покажу. Это просто смешно, как я прыгаю по аэропорту с одной ногой и болтаясь между двух этих палочек, и еле-еле в самом деле. Вот, и я просто сравниваю свое состояние сейчас, я сравниваю свое состояние тогда, это тогда я просто, я когда упала, я думала, о, я использую это время для личного развития. А для чего я его использовала? Для смотрения телевизора. Я путалась в суждениях, мне было очень трудно принимать решения, я была очень подавлена. Я просто из-за того, что я не могла ходить, я потом это поняла, что как только я начала ходить, как только начала нормально функционировать, я начала нога, у меня сразу же улучшилось состояние, меня сразу же как-то повеселело. Я вышла в город, я была как будто пьяная, потому что у меня наконец-то, наверное, тело начало получать кислород. Вот, и просто я сравниваю свое состояние сейчас, и я понимаю, что насколько важны упражнения, и я знаю, что это база, что в здоровом теле здоровый дух и так далее, и так далее, я все это знаю. Но, просто я надеюсь, у вас никогда не будет возможности сравнить тот момент, когда ты вообще не можешь двигаться никуда, кроме допрыгать до ванной, допрыгать до холодильника, и допрыгать до кровати. Вот это все твои передвижения на месяц целый. Я надеюсь, что у вас никогда не будет такой ситуации, но просто я вижу, какая разница происходит. Потому что у меня был месяц на обдумывание своих планов, идей, мечтаний, решений, куда я хочу идти, что я хочу делать. Но я ничего не сдвинула с мертвой точки. Я просто сидела, и мне было очень-очень плохо. А сейчас, просто за полторы недели занятий, я стараюсь каждый день попадать на занятия, я стараюсь дома делать упражнения утром. И я вижу, как колоссально просто поменялось мое ощущение, мое самочувствие. И я просто, если бы мне кто-то сказал, я бы не поверила. Но просто это, у меня, я же говорю, у меня была возможность сравнить состояние до, и вот пару месяцев назад, и сейчас. Я даже тогда читать не могла. То есть я месяц смотрела телевизор, потому что мне было очень трудно сконцентрироваться, и понять вообще, что происходит. И поэтому я очень хочу сказать вам, что, ребята, я, скорее всего, по окончанию этих видео, я 100% найду то, чем я хочу заниматься. Потому что с теми идеями, которые у меня уже были сейчас, как я начала улучшать свою жизнь сейчас, благодаря то, что я вам даже рассказываю, для себя это понять не делаю, как это улучшит свою жизнь, или что работает, что не работает, про бактерии, про внешний мир. И я понимаю, что благодаря этим видео, которые я даже для себя пишу и структурирую информацию, у меня уже пошло продвижение на проект. У меня уже есть план на следующем месяце, что я хочу делать, и уже хоть что-то можно будет пощупать в итоге. Так что я очень рада, что мы до сих пор этим занимаемся, и по крайней мере я занимаюсь, я не знаю, как вы. И поэтому я очень буду ждать следующего видео, и как бы у меня была сегодня абсолютно другая тема, которую я хотела рассказать, я хотела рассказать про книги, но в итоге просто во время йоги, во время какой-то скрутки, я поняла, что все-таки есть другая тема, которую я бы хотела продолжить. Это именно те факторы, которые на нас влияют, но мы о них не знаем. То есть иногда нет такой возможности проверить. И слава богу. Так что, ребята, как говорится, thanks for searching, и хорошей вам недели, занимайтесь спортом, любите себя обязательно. Даже если у вас дедлайны, завалы, и все остальное в день, не раз выделяйте время для себя, для спорта, для чего угодно, чтобы заставить сердце биться, потому что в итоге, не дай бог, конечно, я себе не уделяла время до этого травмы. В 6 месяцев я писала дипломы, у меня была стажировка, мне было очень трудно, я с собой не занималась абсолютно. И в итоге я оказалась в том месте с этой травмой. Так что я желаю вам любить себя. Я говорю, в прямом смысле, и даже если дедлайны, и их 150 штук, не обращайте внимания, все равно час в день вы можете выделить на то, чтобы пойти и позаниматься. Все. Thanks for searching. Bye-bye.